привет всем сегодня у нас третье видео по технике жидкий акрил материалы я уже подготовила холст небольшой прямоугольный такой вот шарик мы будем использовать это небольшие шарики в наборе продаются они недорого стоят диаметром 25 сантиметров 15 штук вот такой вот один шарик я уже надула и он нам пригодится в работе также я буду использовать краску которая осталась прошлой работы такие вот красивые цвета так я их завернула в пищевую пленку и хранила также я домешала новые цвета в этот раз я беру уже белую художественную краску добавила туда только лак и взяла вот такую желтенькую краску это пингмент и добавила тоже туда только лак клейковая уже не добавляла вот еще размешала такую красочку мне оставалось а я рисовала картину цветы розовые и вот мне осталась краска я туда добавила тоже только лак которым покрываю картины чтобы она была вот такая более жидкая сметановидная то есть в этой работе в этом видео будет эксперимент мы будем делать тоже картину в технике жидкий акрил давайте я напомню какой был у нас первый эксперимент жидким акрилом мы размешивали художественную краску и металлическую краску с водой после мы я пыталась изобразить перо павлина этими красками в итоге у нас получилась такая картина кто смотрел тот помнит где работа я не была сильно довольна мне не получилось павлиное перо но у меня получилась такая основа для павлиного пера она переливается так как были добавлены металлические краски они с таким вот отливом и переливаться мне это понравилось естественно эту картину я уже доведу до ума но другой техникой с помощью губки кисточки то есть павлиное перо наконец-то появится на этой картине второй эксперимент у меня был техники жидкий акрил это такая вот волна посмотрите цвета очень красивая фиолетовый голубой синий мятный белый и в этой технике мы добавляли краску так что мы добавляли вода клей пва и лак да и разбавляли это мы все с красочкой с пигментами вот а основа у нас была белая краска строительная для потолка и стен и что же получилось в итоге у нас получились вот такие вот трещинки если вам видно был толстый слой краски и за счет того что белая эта краска не предназначена для художественных работ то естественно и появились эти трещинки как следствие но я вам хочу сказать что если вы хотите чтоб ваша картина имела состаренный вид с трещинками некоторые покупают даже специальное средство для того чтобы нанести на картину появились трещинки то есть состарить картину у нас это получилось самим собой с помощью вот этой краски строительной то есть если хотите добиться такого эффекта вперед берете покупаете строительную краску для стены потолка и используете своих работах и у вас появятся такие вот трещины и чем толще толще слой тем больше наверное эти трещины я так понимаю но эту картину я тоже доведу до ума где-то я оставлю эти трещины пусть она таки будет как бы состаренная картина то есть тоже интересный эффект где-то я добавлю возможно перламутра возможно блестки возможно какую-то другую красочку когда наносить буду лак буду вмешивать еще какую-то краску чтобы довести дома но если смотреть со стороны на эту картину повесить там на стену либо поставить на комод тумбочку то очень даже симпатично смотрится эта картина в этом видео у нас эксперимент будет такой то что мы три вида краски белая розовая желтая вот мы добавили только лак которому я покрываю картины напоминаю лак такой я использую и тут белая краска уже художественная не строительная а художественная ну и будем дальше использовать вот эти краски которые остались прошлой работы выливать их жалко поэтому мы будем то 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 смешивать и будет у нас тоже такой вот свой эксперимент лавить белую краску намешать и и здесь это у нас будет как основа и она такая как сметанка во втором стаканчике я хочу клей пва разбавить тоже густой 3 ложки клея пва и 3 таких же ложечек лака даже 5 ложек лака воды добавляю чистой и примерно столько же сколько у нас там клея пва то есть полстакана у нас получилось клей пиво с лаками полстакана я наливаю воды простой все теперь это дело я перемешиваю теперь я добавляю в краску и мешаю даже такой ложечкой удобнее размешивать она тогда со дна поднимает густоту всю и перемешивается хорошо с водой спала и с лаком нас три цвета и стаканчик ну чтобы показать вам на как вот видите она какая добавляю и так получится синий поехали дальше фиолетовый и мятный бирюзовый хочется еще темноты добавить темного цвета сейчас вот разбавила я фиолетовый и синий два пигмента в один и получился вот такой вот у нас отличный цвет я одеваю перчатки рабочее место я подготовила надеюсь краска не будет везде хлюпаться и покажу что буду я делать и меня перчаточки как вы видите холст я поставила на такие маленькие стаканчики чтобы по возможности краска больше суда стекала стаканчики и чтобы было проще картину поднять если надо ее не подвигать краски дать стечь больше с картины выживаю краску помогаю мастихина краски равномерно распределиться по холсту так она попробую не подвигать теперь добавляю цвета так вот так вот 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 Ну что ж, давайте попробуем шариком. Делаем такие вот узоры, где-то намеки какие-то на цветочки. Так, теперь давайте добавим желтенькое. По желанию, конечно, можно было это все сделать как цветы. С помощью шарика мы делаем такую абстракцию. Может где-то проявится узор цветочка. Ну, вот и. придавливаем вот так вот хорошо вот так вот цвета у нас тут уже мешаются можем еще просто пошевелить любом случае мы можем играться цветами и все довести так как нам будет нравится лишнюю краску убрали по желанию у нас это такое скажем эксперимента какие можно сделать узоры шариком как можно пошевелить картиной давайте ее повернем в сторону так вот пусть немного в бок пойдет пока акрил у нас жидкий мы можем ним шевелить в разные стороны куда захотим и все это будет на холсте перемешиваться смешиваться цвета создаваться какие-то узоры мы можем на каком-то этапе завершить картину и оставить как она есть или добавить еще что-то также можно создавать таким образом фоны для какой-то из своих картин уже интересно получилось до давайте еще попробуем пройтись шариком вытру его немножко интерьера интерьерные картина интерьерные картины можно создавать с помощью жидкого акрила это как и арт-терапия успокаивает с помощью цвета да как они размешиваются это очень как бы благородно влияет на организм очень хорошо вот можем создать такую туманность уже цветочка воздушность до цветка где-то у нас проявляется и я допустим хочу добавить розовый цвет давайте попробуем вот розовинка вот вот на шарике узоры красивее вот сильнее надо прижимать его цвет вот можно играться проворачивать немного шарик да играться пока не надоест вам вот 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 нажимаю по краям и перекатываю и остается вот такие у нас узоры давай сюда его тоже и перекатываю красочка подсыхает вот 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 такой вот цветок ой ой пляха ой пляха вот 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 на данном этапе я пожалуй остановлюсь потому что это очень увлекательный процесс затягивает можно добавлять цвета опять этим шариком делать цветочки опять добавлять перемешивать все цвета смешиваются и сам этот процесс он очень затягивает поэтому нужно тоже уметь остановиться потому что это может длиться бесконечно пока эта краска не станет высыхать да вот в этом видео мы с вами провели третий эксперимент мы посмотрели как смешиваются краски как можно переворачивать холст как смешиваются там вытекают затекают цвета в цвета как краска по всему холсту расползается как можно с помощью шарика еще делать дополнительные узоры в виде цветочков лебесточков чего-то там можно сделать какой-то узор что можно с помощью этой техники жидкого акрила сделать фон для своей какой-то будущей картины своей работы то есть очень интересная техника и действительно как арт-терапия успокоительная она подходит и может ее освоить я думаю каждый главное чтобы это были хорошие материалы правильные материалы необходимые для такой техникой но больше всего я так думаю что подходят художественные краски белую краску я еще тоже найду подходящую чтобы не расходовать художественную краску так как эти краски очень дорого стоят а вот какую-то такую белую краску для основы жидкого акрила нужно найти подходящую чтоб при высыхании она не трескалась ну и естественно жидкий силикон чтобы сделать картину где будут красивые ячейки так на данном этапе мы можем еще сделать серединки серединки можем сделать сейчас и провести пока краска полностью не высохла все очень занимательно я не знаю насколько такая техника подходит чтобы делать ее вместе с детьми потому что краски очень много краска везде если вы решились делать это с ребенком то имейте ввиду что вся квартира или комната ваш ребенок будет весь в краске так такая нежность получится в любом случае это у нас скажем такой пробный вариант по желанию можно перезалить ну а если работа понравилась можно оставить в таком виде и после высыхания покрыть лаком пожалуй на этом все то в следующем видео про жидкий акрил я покажу как высохла эта работа как поменялись цвета есть ли трещинки или нет спасибо что были со мной что посмотрели это видео если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и смотрите другие видео в плейлистах ссылки я оставлю на плейлисты внизу под видео в описании а также на видео первые два эксперимента жидкого акрила делитесь тоже своим опытом пишите в комментариях что у вас как получилось вот и увидимся в следующих видео до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч пока